Мы находимся в лаборатории культуры тканей и клеточных технологий. Работа на уровне растительной клетки позволит нам получать растения устойчивые к различным заболеваниям, устойчивые к неблагоприятным факторам среды. Верхушечные точки роста растения не заражены вирусом. Если мы берем маленькую часть этих клеточек и пересаживаем в определенные среды культуральные, мы можем получить целое растение, которое будет оздоровлено и в нем будут отсутствовать вирусы и какие-то бактериальные заболевания. Мы садим вот эту маленькую верхушечную участочек клеток и из них вот вырастают, начинают расти листочки, у них растут опять же там почки и так далее. Дальше будут расти стебелек, мы его потом будем клонировать. Технология позволяет из одной меристемы в год получить до 100 тысяч клонов. Здесь сейчас вот у нас, в частности, вот здесь у нас сес черешня. Если судить, что мы будем клонировать, то тут не один сад, тут много садов. Мы можем, допустим, получать клетки с измененным наследственным материалом, менять, например, расположение ядра и цитоплазмы клетки. То есть можем, например, в дикие виды пересаживать ядра интересующих нас культурных растений. Наши растения всегда с зелеными, хорошими листьями, в течение пяти лет где-то порядка растения, за счет того, что оно оздоровлено было изначально, оно где-то выдерживает вот эту вот вирусную атаку, вирусную инфекцию извне. Сейчас мы работаем с материалом ООО «Красный сад», который находится вот в Батайске. Мы передаем им как подвой безвирусный, будем передавать, так и привой. Чем хороша безвирусная культура? Непосредственно в производстве. Прибавка урожая составляет в год 30-40%. Продолжение следует...